Девушки отдыхают Остров Валаам Здесь можно познакомиться с замечательными памятниками древней русской архитектуры Валаамский монастырь стоит на южном берегу острова Он был основан в 14 веке Хорошо проводит свой отпуск трудящиеся республики ПЕСНЯ 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 Этот храм уникальный, его надо изучать, потому что эта система вот как-то поразительна. На улице холодно, там тепло, за счет скала, они как-то греют его. Люди, которые здесь начали работать и ознакомились с этой методикой, они уже ее лучше узнают. И методика позволяет применять людей с разным профессиональным уровнем. Ну где вы найдете реставраторов, предположим, первых категорий, их по пальцам пересчитаешь. Сейчас главное спасти эту жившую, чтобы она не отвалилась просто. Надо понять сначала, как он дышит. Это больной человек, и нельзя ему затыкать рот, и вдруг подогревать не там, где надо. Надо понять, как он живет, как он задуман вообще. Вот поэтому материалы Нового Валамского монастыря, конечно, надо в первую очередь привлекать. Это наше общее имущество, красота и драгоценность. И поэтому мы очень надеемся и молимся, что этот Валамский монастырь на Ладоге будет владение русско-православной церкви. И когда это дело решено, тогда будет вопрос о помощи. Видите, надо быть реалистами. На три ближайших года возьмем по Ленинградской области 15 храмов и Валамский монастырь. Большего мы на сегодняшний день не можем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Этот величественный, прекрасный храм в честь преображения Господня пережил как бы действительно свое преображение, потому что те, кто видел его, в каком состоянии он находился в 70-е, 80-е годы, поражаются. Называют часто это чудом. И это чудо преображения, оно произошло в множестве других храмов и монастырей во всей Руси Матушке. Последние два десятилетия под водительством святейшего патриарха Алексея II. Из этих 5000 квадратных метров росписи осталось, ну не больше 10%. Даже кирпичная кладка была разрушена. Раствор, который скреплял кирпичи, он просто вытекал подобно сталактитам, свисал как сосульки. В таком жутком состоянии был собор. По мнению реставраторов, для того, чтобы восстановить собор, нужно не менее 20 лет. Святейший благословил приступать к восстановлению собора. Это был 2002 год. В 2005 году собор уже был освящен. Это было действительно чудо, потому что нашлись и люди, которые помогли обители, нашлись люди, которые могли выполнить эту работу на том высоком уровне, не хуже, чем было здесь сделано нашими отцами. Святейший помнил, каким был собор, какое он произвел тогда впечатление на 10-летнего мальчика. И вот он немножко так даже настороженно стал сначала глядываться возле росписи. Помню взгляд его так сразу как-то успокоился, улыбка появилась на лице. Когда святейший совершал великое освящение этого собора, конечно, он был счастлив. И эта обитель, сиявшая на весь русский север, на всю святую Русь, своим величием и красотой была не извергнута, а сквернена, разрушена. На нашу долю, на долю нашего поколения выпала огромная ответственность стяжать мудрость на примере трагической истории народа нашего, особенно же истории 20 века. Мы должны помнить, что любящий Бог является любящим и справедливым, а торжество зла никогда не соответствует справедливости. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok